Добрый день, дорогие зрители, с вами Bassett, и сегодня мы посмотрим на еще одну игру из нового мода, которая называется Война Доктрин. Мод, который меняет игру полностью, мод, который делает новых юнитов, делает много всего еще интересного. И давайте кратко объясню суть мода. Значит, смотрите, каждый игрок, каждую фракцию получает несколько протоколов. Первые три протокола получают в течение первых двух минут игры, остальные два уже через 20 минут. То есть, каждый игрок может сделать свою армию такой, какой он хочет ее видеть. Разные протоколы дают разные бонусы. Например, можно за сайтов взять чистильщика, мотоциклы и технику. А можно вообще не брать новых юнитов, взять, например, здесь десантников, ядерную бомбардировку, грязные бомбы и спутник. Или там что-то еще иное. То есть, вариантов довольно много, и каждый может играть так, как он хочет. В этом плане мод является достаточно уникальным. В этой партии у нас есть несколько игроков и несколько команд. Это у нас матч в формате 3 на 3. У нас есть здесь фиолетовый совет, красный совет и желтый альянс. Зеленая япония в другой команде. Розовый совет и синий альянс. Довольно интересный состав команд. Давайте смотреть, как бы все будет смотреть. Десантируется спецназ. Это элитная пехота. Это не просто обычные пехотинцы. Это как раз таки особые убер-пехотинцы, как будто бы из второй части. Вооружены они примерно так же, но урон у них явно побольше. У них также есть особая шоковая граната, которая может немедленно защищать здание. И они сейчас делают что? Они ломают мост, чтобы отрезать подкрепление противника. А тут в контрмеру сейчас создана авиация, причем это обычные мстители в этой игре, в этом моде есть также еще отдельно черные орлы, намного более опасные. На фланге здесь тем временем уже начинается небольшой штурм оппозиции. Здесь тоже, смотрите, высаживаются десантники, причем вместе с ними есть еще один боец ПВО. Так что здесь прям хорошая такая десантная операция происходит. Альянс прогоняет полностью. Элитная пехота оказалась весьма смертоносной. Как видите, да, прям уж слишком они хороши и уничтожается здесь еще и энергостанция. Прям очень жестко они тут действуют. И, собственно, командный центр умудряется убежать. Переезжает сейчас еще Серпадного по пути. Но, конечно, да, для синего старт уже ужасный, но сам синий в то же время такая же контратака здесь. Десантура при помощи волнореза высаживаются обычные ракетчики. И попытка будет сейчас, скорее всего, забрать заводы красного. Красный пытается выбить ракетчиков танками, что, конечно, является очень грубой ошибкой. Но при этом, не знаю, сработает или нет, здесь десант, спецназ действует. Спецназ, конечно, не справится с командным центром, понятное дело. И, конечно, здесь отобьется синий. Но потери уже серьезные. Здесь, видите, было два отряда десантников со стороны Фиолетового Совета и одновременно со стороны Красного Совета. Конечно, сам Альянс сейчас, может быть, даже сможет отомстить, за счет того, что здесь тоже есть свой отряд пехоты. Но там строятся стенки, может быть, до базы он даже не доберется. А тут строятся первые Кобры. Здесь они называются Гермесы, да, по-моему, тут уже были Кобры. Видимо, их переименовали. Вертолеты, которые могут, собственно, стрелять и ракетами, и обычным огнем. И, собственно, скорее всего, эта Кобра избавится уже от первой устройки. Здесь тоже как раз-таки уже такая была десантная операция. Только в этот раз от Японии, скорее всего, вылазили обычные танк-бастеры, да. Старт этой катки очень хаотичный, надо сказать. Да, прям началось все с каких-то лютейших разменов. Но в итоге пока даже непонятно, какая команда выиграла от этого. Розовые очень сильно пушат в центре, у него прям собираются тут танки. И, собственно, красный тоже пошел в контратаку. Причем пошел в контратаку своим командным центром. Опа, сон врезается в него. Крайне плохо сейчас, конечно, этого делать не стоило. И, собственно, командный центр теперь должен возвращаться домой. Нужен кран от союзника или завод от союзника. Потому что иначе будут большие проблемы. Здесь дропается турель синего. Синий просто ее сбрасывает на голову. Это турель Альянса, которая в этом моде может попасть на любую точку карты. Здесь есть защита от этой турели в виде авиации. Она должна справиться. Но, конечно, ситуация для команды на севере тоже стала весьма интересной. Весьма сложноватой. Единственное, кто сейчас пока не страдает, это фиолетовый. Фиолетовый развивается весьма бодро. Перехватывает сухой док, чтобы у него был ремонт. И, возможно, даже выйдет теперь на базы своего синего соперника, который сейчас пустует сброс бомб со стороны Японии. Скиллы и вообще все способности. Протоколы в этом моде достаточно мощные. Так что потенциально здесь, видите, даже одного протокола почти хватает, чтобы полностью избавиться от базы. Здесь начинается действие спецназа. Спецназа пехота, видите, очень сильные десантники ПВО. Также крайне мощные. То есть эти бойцы как будто выносят больше урона. Ну, как сами пехотинцы, да. Но танки все равно с ними тоже справляются. В принципе, тут их давят. И, не знаю, выдержит здесь эту атаку сейчас северная команда. Красные сферы там отбиваются. Розовые всячески прессуют. Но, по-моему, хватит. Только у них сил турельки от желтого ставятся. Желтый сейчас хорошенько перестраховал своих бойцов. Поэтому, да, тут, скорее всего, не получится прорваться уже дальше. Танки крадут пушки друг у друга. Довольно забавно это выглядит, когда они устанавливают, по сути, второе такое же орудие. Но, конечно, да. Сейчас будет очень интересно происходить битва на море. Потому что здесь появляется подводная лодка в Японии. Зеленый привел свои субмарины сюда. А у фиолетового-то ничего нету в вороне. И, кажется, прощай, база. Да, она тут уже не выживает ни в коем образом. К сожалению. Но, ничего страшного. Опять-таки, у фиолетового всегда может вернуться на сушу. Хотя, учитывая, что на этой карте как раз-таки на букве Z не поместить совсем. Да, то есть, в итоге кто-то вынужден жить в море. И, как бы, это плохая история. Потому что фиолетовый может остаться вообще без экономики. Но в этом моде, в отличие от ремиксов, подводные лодки всплывают. Для атаки, что, конечно, не совсем реалистично. Но это позволяет от них избавиться. И, таким образом, только что были уничтожены подводные лодки. Авиация прикрыла. И, окей, ситуация стабилизировалась. Но надолго ли это пока не совсем ясно. Однако, 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 важно то, что сейчас у нас все равно есть контратака. Да, фиолетовый приплывает к Японии. Как он раззаменулся с противником, не совсем непонятно. Но, окей, это был интересный маневр. И япония, на самом деле, может сама оказаться в катастрофическом положении. Гермес получает себе лазерное оружие. Да, вот взял протокол, смотрите, желтый взял протокол на экспериментальные лазеры. И у него теперь поменялся тип атаки. Это очень напоминает генералов. Потому что, помните, в генералах тоже у США был конкретно один лазерный генерал, который использовал лазерное оружие, как нетрудно догадаться. И именно это лазерное оружие было весьма-весьма эффективным, мощным, прикольным. Такие супер-футуристические технологии. И вот то же самое здесь пародируется в этом моде, сказать. Снова десантура, снова элитная советская пехота высаживается. Но розовый будет продолжать давить танками. Розовый выбрал себе путь первой ветки, да, просто полностью левое движение. Здесь у него вкачаны десантура, спутник и токсины. То есть, чтобы просто противника дожимать. Здесь, кстати, смотрите, у Нагинат установлена дополнительная пушка, которая позволяет им лучше отбиваться от подводных лодок противника и не только. Нагинат исправляются с акулами. Здесь очень большая атака сейчас начинается от совета. Совет сбрасывает дополнительный спутник. Спутник практически подрывает сейчас завод, но урона не хватает. Стенка строится. В итоге атака проваливается. Розовый здесь не исправляется. Ни с десантниками, ни без. Ну и плюс дополнительные турели постоянно рождаются, телепортируются до фишков. Роно-турели в том, что они могут телепортироваться между локаций. И это делает их просто мегаэффективными, потому что это, по сути, как плетки из Старкрафта. Те, кто играл в Старкрафт, знают, что в Старкрафт-визергах есть ползучий плеточник, который фактически перемещается. Он может выкопаться и закопаться в другом месте. И вот так же эти хроно-турели могут перемещаться между базами. И это уже нельзя назвать стационарной обороной в полном смысле этого слова. Потому что главная проблема стационарной обороны в том, что вы инвестировали, но если там не происходит битва, ваши инвестиции, по сути, прогорают. Но в случае с этими турелями это всегда полезно. Они всегда могут прийти на помощь в любой точке карты, в том числе на территории противника, насколько я понимаю, вообще без проблем. Здесь спецназ снова в деле. Пользуются эти мощные гранаты. И, собственно, спецназ сейчас избавится от целой базы. Тут турелька ставится, правда, турелька, скорее всего, успеет отбиться. Казарма, как контраб, моментально тоже возводится. Синий будет пытаться отбиваться. Скорее всего, у него даже получится. Первый миротворец на месте. Уход в здание. В здании теперь есть, да, пехота. Пехота, видите, это спецназ очень идет вольно. Поэтому, конечно, выкуривать их из зданий так просто не получится. И Альянс снова теряет ценнейшую локацию. Эта ситуация очень неприятная. Пока теперь, цитно, южане. Южная команда находится в более тяжелом положении. Единственное, кто у них чувствует себя довольно-таки вольгодно, это розовый. У него четыре базы. Даже нефтевышка есть. Но, к сожалению, вот у Альянса вообще никаких сил нет в этой катке. То есть, он постоянно что-то теряет. У него постоянно какие-то здесь происходят ошибки в сражениях. Однако, уже появляется очень мощный флот Японии, который сейчас потенциально может перестраховать его от фиолетового и спасти. Радарный корабль готов. Радарный корабль вооружен маломощной торпедной установкой. Но он ремонтирует корабли союзников, что очень важно сейчас. И это позволяет ему, фактически, быть таким суперсопорным в бою. Ну, и если все сканирование, он может провести разведку в небольшой области. То есть, да, вот этот корабль является таким ценнейшим юнитом для флота Японии. Позволяет, фактически, очень долго стоять в бою, без необходимости отступать назад. И спутник сбрасывается на завод. А турелька перепортируется от синего в поддержку. Синий пытается спасти команду. Но здесь, как бы, танковая армия уже выглядит пострашнее, честно говоря. И, как бы, розовый тут вполне вероятно отбиться просто тупо не сможет. Здесь сложновато будет с таким количеством танков драться. Да, очень, очень это будет непросто. Будет ворваться оружие у розовых, конечно же. И там есть первый Фау-4, поэтому, конечно, здесь, мне кажется, что розовым пора убегать. Но вот эта морская атака может сейчас изменить ход сражения. У совета есть достаточно прикрытия, там тоже свои подводные лодки штампуются. А тут оборона, конечно, у розового, наверное, рупник. И ему надо будет чем-то помогать. У японца здесь пехота. Также, видите, подготовлена вместе с синим альянсом. Но пехота не достает до здания, поэтому не может ничем здесь подсобить. Сбрасывается очередной спутник. Ситуация крайне тяжелая. Видите, альянс передвигает те самые турели. Да, про которые я говорил уже ранее. Постепенно занимает все больше и больше земли. Это очень грамотно. Ну и тут, скорее всего, будет сейчас подорванная энергостанция. К сожалению, да, здесь не хватит контроля. Заморозка пошла. Заморозка точно в технику. Но тут, видите, уже красный настолько обнаглял, что свою казарму поставил. Это командный центр, собственно, поле обоим. Будет эти базы занимать, скорее всего. И это выглядит как финалочка для розового. Как минимум точно. Сейчас здесь и подорвется энергостанция. Но успел его продать. Если бы сейчас она взорвалась, то был бы конец. Да, конечно, здесь прорваться прям быстро нельзя. Потому что есть турели сейчас уже. И, кстати, да, японец подводит свои, собственно, протоны установки. Так что, может, действительно, спасет Совета. А так, конечно, без Японии это было бы уже ГГ. Тут все гоны. Это очень страшно. Но нет никакого ПВО в данный момент. Поэтому весь флот Японии просто сейчас развалится. Скорее всего, ПВО на самом деле это есть. Просто далеко находится. Да, и вот если сейчас японец не успеет пробить по воде, то могут начаться проблемы большие на суше. Но установки пусковые все-таки слишком сильные тоже. Поэтому, конечно, здесь и в итоге отбивается с помощью Японии. Линия обороны хорошая. Здесь организована при этом у Совета. Но южные игроки собрали больше сил. Просто поднастроили танков. Пусковые установки на месте. Владыки Они. Японец понимает, что да, морская битва, конечно, важная. Но надо чем-то помочь союзнику. Потому что без союзника точно будет ГГ. Сюда, тем более, уже подключается немножко сейчас Альянс. И потенциально, конечно, можно будет немножечко удержать позиции на воде. Хотя бы так, как они сейчас находятся. То есть хотя бы в таком вот паритете с противником. Даже без какого-то пуша. Но беда в том, что Альянсу критически важна эта база здесь. А ее постоянно забирают. И как раз-таки из-за морского преимущества. Да, и здесь что будет? Десант нет? Просто смотрите, они снижаются на другую высоту. Ну, чтобы фактически не попадать под обстрел со стороны ПВО. Но там корабли тогда по ним будут стрелять. Поэтому смысла в этом мало. Здесь линия обороны вся рухнула. Альянс теряет свои турели, к сожалению. Потому что банально нечем их крыть. А слишком много уже здесь арты у Японии. Нужно что-то конкретное против этого. Что-то свое. И как бы пока непонятно, что это будет. Здесь розовый совет также планирует выйти в воду. Помочь немножечко японцу. То есть да, вот на этой карте пока очень равная борьба происходит. На самом деле здесь железный занавес на подводной лодке. Совета очень хорошее дело. Здесь авиация сражается. В Японии все еще много. Здесь огунов. И огуны пока продолжают побеждать. Но вот против железного занавеса драться уже не получится. Надо будет просто тупо отступать. Но, как бы там ни было, это была хорошая оборона. Здесь сбрасываются тактины на сейчас Фау-4. Синий телепортирует троли просто в упор. Чтобы забрать противника как-то Фау-4 эти. Но забирает только одну. Но тем не менее, хороший тоже размен. Согуны продолжают здесь ошмарить все эти силы, которые есть сейчас у совета. Но насколько это выгодный размен, пока непонятно. Мне кажется, это не очень. Но не так важно сейчас, как битва в центре. В центре действительно сейчас решится судьба этих коллективов. Пока что по ситуации выглядит так, как будто теперь преимущественно на стороне у нас Японии и Розового Совета. В армии явно пострашнее выглядит. Но тут снова, смотрите, десантная операция в очередной раз. И смотрите, просто пару флагтруперов фактически сбивают противника. Была попытка продать здание, чтобы использовать пифоту. Но это уж совсем было рискованно. Да, здесь, правда, пифота не уворачивается. Потому что контроль этот игрок в другом месте, он просто не может сейчас отреагировать на это. Но комбайн потерян, часть авиации потеряна. Хороший размен. Бипа в центре начинается. Жесточайшие танки идут в атаку. Попытка была зайти сверху. Сейчас нефтевышка уничтожается. Миротворцы поработали. Владыки его не дескопят. Они просто сражаются с забором и с недостроившейся анаргой станцией. Зачем, непонятно. Японец передислоцировал часть флота на правый фланг. На левом фланге теперь пустота. Но его, видимо, отдают. А Японец продолжает драться с воображаемыми объектами. Сейчас, что, конечно, является небольшим абузом со стороны, как раз, и северной команды. Но он сработал. И теперь нужно идти дальше в бой. Опять же, арта сейчас очень мощная. Если эта арта избавится от командного центра или от турели, то можно будет и Владыко не запускать в бой. И будут большие проблемы. При этом здесь огромный флот. Правда, опять же, проблемы с ПВО не хватает очень сильно здесь его. И как бы нужно подгонять либо Аполло, либо еще что-то. Вот, видите, очередной десант от красного и от фиолетового. Здесь, я не знаю, как так быстро он перезарядился. Но, по-моему, сейчас будет вся база убита здесь у Розуа и одновременного этого игрока. Десантники. Реально, этот спецназ оказывается мегаэффективным за счет того, что он, в принципе, универсальный. Он не очень хорошо прям с техникой борется. Но постройки взрывает быстро. И при этом, к входу, другую просто аннигилирует. Но в центре Владыкиони в бою. Однако урон был нанесен башнями достаточно существенной. Тесла и все прочее здесь подсобили. Очень знатно. Артиллерия частично была потеряна. В итоге Владыкиони просто убегают. Не хватает сил. К сожалению, на правом фланге тем временем авиация, как и предполагалось, все разрушила. Креокоптеры и Кобры это просто смертоносная комбо, которая не контрится, судя по всему, ничем сухопутным. Да, то есть нужно здесь использовать свою авиацию. Но там, может быть, сейчас Голяфы прибудут. Но Голяфы не прибудут. Голяфы это вообще были другой команды. Розовый вот подводит свои силы, наконец-то. Но Клуб никакой не потерян. Нехорошо сыграна была. Ни командная работа была. Ни на том уровне. Здесь, конечно, отбиваются путем овчарок и всего прочего. Но тоже с большим трудом, с большими потерями. На этот фланг Викиров в итоге долетает до базы. Сбивает тоже одну. Она моментально отстраивается. Получает просто урон. Ничего страшного. Но тут дредного тоже есть. Поэтому, конечно, вся эта оборона здесь уже не играет никакой роли. Она ничего не стоит. Контр-авианосец от Альянса. Альянс как бы пережил свои черные полосы. Сейчас он возвращается в партию. У него уже больше и больше сил и ресурсов. Делает его намного более полезным сейчас в партии, конечно. Но по-прежнему очень большие трудности с тем, что ни одна команда не может диспетировать за собой море. И из этого, конечно, очень неравная такая обстановка происходит. В каком-то плане, да, что то на одном фланге где-то происходит лютый прорыв с одной стороны, то на другом. Вот это здание еще не было уничтожено. Теперь здесь им воспользовался розовый. Розовый сделал десантуру. И это здание является просто реально огромной головной боли. Потому что как раз из него можно обстреливать все, что находится рядом. В том числе железный занавес. В том числе атомную энергостанцию. А тут еще и флот приплывает. Да, флот не достает до баз. Здесь не хватает как раз таки дредноутов или сёгунов. Но не беда. По крайней мере можно проплыть сейчас дальше по краю карты и добраться до баз фиолетового. Почему бы и нет? Да, но видите, как грамотно действует сейчас желтый. Он понимает, что у противника сейчас как раз таки его сосредоточено в одном месте. Можно тупо попробовать его прогнать при помощи своей авиации в другом месте. Да, план цветно крайне коварный. И именно вот так и поступает. И это реально работает. Здесь много авиации. Здесь доминация за фиолетом. Ну, совет слишком уж хороший имеет. Воздушный флот. Пехота здесь моментально отстреливается вертолетами. И попытка опять забрать базу. Здесь просто нет клуба на них на самом деле. Все еще та же проблема сейчас для коллектива Южного. Есть один-единственный там несчастный Аполло. Но тут сейчас мигги прилетят при желании. И быстро все добьют. Это минус две базы. И навсегда отсюда скорее прогонят Альянс. Может быть не навсегда, но на долгий срок точно. Потому что уничтожили Блокпост. Он отстроиться тут больше не сможет. Без Блокпоста строить нельзя ничего. Альянсу либо Блокпост, либо база должна быть в радиусе. То есть это точно потеря данной территории. Понятное дело, что у Альянса все еще есть морские позиции. Хорошие, крепенькие. Но здесь, кстати, они тоже сейчас рухнут. Скорее всего, посмотрите просто как хороши шестивые... Как они называются? Гернесы с лазерами, да? То есть в прошлой версии это были Кобры. Но ладно. Да, они, как видите, спокойно разрывают всю армию Альянса. Альянс теряет весь свой плод. И это тотальное поражение. Но на левом фланге, смотрите, какая подстава. Тут подводные лодки. Тут флот Японии. Там еще где-то Галявы должны были бы прийти сюда. Было бы круто. Но они что-то где-то там потерялись. Их тут очень не помешают. Они, наверное, пытаются спасти здесь ситуацию. Действительно, да, они прилетели. И, в принципе, действительно помогли. Командный центр спасается сейчас у Альянса. Это, кстати, второй командный центр. Что он... зачем он его сделал, не всем ясно. Но тут снова десантура. Десантура в этот раз законтриться. Потому что здание занято Альянсом. Очень большая морская атака Японии. И вот как раз из-за того, что нету Голиафа... А, ну тут уже есть свои Сёдзе. Можно отбиться при помощи них, да. То есть вполне хватит этого подводного флота, который хватит. Все. А нет, смотрите. Их просто разрывают на части хирокоптера и остальная авиация. И в итоге... В итоге... В итоге, смотрите, все-таки отбивается здесь. Северная команда спасает базу Фиолетового. Хоть и с большим придом, хоть и с большими потерями. Но все-таки они устояли. То есть опять происходит очередной размен один к одному. То есть забрали базу Альянса, но также потеряли фиолетовые позиции. Поэтому... Ну, как бы ничего не изменилось в этой катке, скажем так. Да все это тщетно было. По сути, баланс сил никак не сдвинулся. Но... Может быть сейчас будет какая-то большая лобовая атака. Узнаем. Авиация продолжает кружить. Вот нужно одной команде, какой-то из двух, сейчас выйти в преимущество хотя бы в одном виде войск. Это может быть флот, это может быть авиация, это могут быть сухопутные силы. Флот-авиация предпочтительный, потому что флот сам по себе сильнее, чем остальные виды войск. Да, но... Допустим, он, естественно, не до всей части карты достает обычно. Но вот конкретно на этой карте он достает, по-моему, до каждой локации. Это важно. А авиация просто очень мобильная. Она может легко приходить на поддержку вообще на любой части карты. Поэтому, конечно, это является важным приоритетом. Возможно, здесь и куча мигов была только что потеряна. Голиафы их подкараулили. Активируется железный занавес на все эти корабли. Дередно вот сейчас обстреливают небольшую армию розового. Их, кстати, достаточно значительную армию зеленого. Барак строится здесь от розового. Розовый пытается высадиться за счет, кстати, командного центра. Здесь будет попытка сейчас заштурмовать позиции. Тесла строится по мере. Куча здесь авиации. Можно заморозить барак. Понимаете, что барак плохая идея. Но ловится при этом какое-то количество авиации. Здесь Аполло летает от синего. По-моему, здесь очень неплохо. Бо нету. Сбрасываются здесь еще дополнительно бомбы. И начинается осада базы желтого. Сам же здесь, кстати, выживает синий. Синий с трудом. Но справляется. Все еще даже есть один авианосец. Он как-то живет. Кое-как с горем пополам. Здесь десантируется спутник, чтобы захватить новые добывающие локации. А тут-то, кстати, супероружие. Бьет сейчас по Сёгуну. И Сёгун просто испаряется. Не повезло ему. Но что поделать. Котинец желтого отбивается. Здесь десант от синего пошел. Синий построил одну призму. Ракетчики на месте. Будет просто, скорее всего, выгонять своего соперника с этих локаций. Хороший штук. Хорошая такая осада. Начинается. Действительно прям великолепный план с его стороны. Десантура от розового дополнительно. И желтый сейчас лишится всей своей локации. Это будет крайне неприятная потеря. Потому что здесь как раз-таки желтый имеет очень важное войско. Авиация. Которая здесь прям столько здесь хорошего всего сделала для его команды. Да, но, увы, ах, это конец. Однако ПВО всё равно по-прежнему не хватает. Поэтому, конечно, дальше, чем от воды, они отойти не смогут. Просто будут постоянно подавлять. Но в то же время сам Фиолетовый занимает новые базы. Которые сейчас будут крайне важны для его экономики и для его команды. Апокалипсис первый из Сентри, кстати. Так, магнитная буря. Не особо жёсткая. Забирается комбайн. Но... Окей. Хоть какая-то трата скилла. В принципе, даже такой маленький размен всегда полезен. Волнорезы заходят с фланга. Ракетчиков нет, я так понимаю, внутри. Да, просто волнорезы. Но, как бы, честно говоря, с таким количеством авиации здесь это смешно просто смотреть. Да, без какого-то ХВО можно даже не соваться. Даже забрать здесь не получится комбайна. В Сентри сейчас может начаться очень большая битва. Но тут потенциал как для одной, так для другой команды высокий. Потому что здесь есть и мощная арта, и Владыкиони. Но Апокалипсис и Брилет пока довольно страшно. Также они могут танки вражеские притянуть при желании спокойно. Выкапывается пехота Японии. Дополнительно в поддержку сейчас Розовому. Розовый будет очень надеяться на этих солдат. А тут, кстати, просто нравится танк противника. Угу, непростая обстановочка, конечно, друзья. Здесь прям очень тяжело. И одному, и другому коллективу. Пока вот доминирует Фиолетовый, очевидно. У него сейчас самая богатая экономика. Шесть баз. А ни у кого нет такого количества денег. Но он, опять-таки, в одиночку тоже может не справиться со всеми сразу. Он прогоняет Альянс. Альянс находится в бедственном положении. В крайне бедственном. У него всего одна база. Если он потеряет еще одну, это будет ГГ для него. Сам он сейчас пытается отжать территорию у Желтого. Но у Желтого тут, опять же, как я уже говорил ранее, такая авиация, которая просто не позволяет выйти на сушу. И из-за этого, конечно, все попытки Синего, они обречены на провал в любом случае. Ну вот и пользу ему может, конечно, помочь здесь знатно. Хотя бы избавиться от построек оппонента. Тут начинается массированная атака с Апокалипсами. Идут они сейчас уже под Фроносовым. Атмосферным Железным Занавесом. Дополнительно еще магнитная буря, чтобы украсть танки врага. Арта бьет справа, но арта замораживается, взрывается моментально. И это кажется, что и есть финальный прорыв. Но Аполло прилетает вовремя. Сейчас избивают Криокоптеры соперника. Обра уходит на другую высоту сейчас. Хорошее решение. Уклоняется от Аполло таким образом. Здесь Купол Японии активируется, чтобы замедлить противника. Я так понимаю, появляется Мастер Они. Самый главный воин. Но при этом здесь второй Железный Занавес. От другого Салета, очевидно. И спецназ высаживается сзади сейчас от Розового, чтобы помочь немного в обороне. Но, по-моему, здесь просто это дело контрить нечем. Танки сейчас будут раскидывать всю базу. Здесь есть вертолеты, которые могут трансформироваться и от них избавиться. Но какие же колоссальные потери просто от трех Апокалипсисов. Просто съедают противника в данный момент очень жестоко, очень мощно. И, как бы, да, это уже, может быть, точка невозврата, действительно, для этой команды. Здесь, правда, конечно, Желтый тоже понес колоссальные потери сам по себе. Но если от него избавиться как-то, если сейчас помогут, то, может, все нормально будет. Здесь Апоки ушли в стадис. Альянса закидывает их в другое пространство. Сейчас от них будут избавляться. Здесь еще много поддержки, да. И Владыки Они просто разбивают своим рывком. Там уничтожит, конечно, завод. Но, согласитесь, хороший размен был все равно. Так или иначе, здесь хотя бы отбились. Ну и да, вот эти вертолеты. Про ПВО я говорил чуть ранее. Как раз из ПВО большие проблемы у северной команды. Они до этого немножко уже страдали от Апола, который пришли в контратаку. И здесь, конечно, тоже беда большая. Альянс остается вообще без экономики. А нет, одна база есть, извините. Значит, он все еще живой. Синий, в принципе, в похожем положении. Снова Десантура, снова минус база. Снова одна локация у него только добывает. И тяжело. Тяжело ему приходится, конечно. Позиция в этой партии весьма неутешительна, я бы сказал. И да, оба Альянса фактически нокаутированы. Здесь был удар супероружия небольшой. Он забрал всего два танка. Но, тем не менее, это сейчас неплохо так помогло. Потому что сейчас уже пошел счет на каждого юнита. Очень уж большие потери происходят. И нужно не втыкать нигде. Совершенно точно. Энергостанция будет, возможно, сейчас разбита. Вон по ним хороший проходим. Да, скорее всего, и будет уничтожено. Нужно сейчас отбиваться от этого флота. Без нормальной авиации уже ничего не сделать. Да, вот все разы до этого всегда флот контрился просто большим заходом. Как раз таки со стороны вертолетов. Теперь этого нет, только подводные лодки. Но теперь сам японец может взлетать воздух своими. Содзе и просто обстреливать врага. У них причем в этом моде не пулеметы, как в оригинале, а ракеты. Что делает их более эффективными против техники как раз таки. И в итоге за счет этих Содзе, скорее всего, здесь оборона выстоит. И, скорее всего, здесь должен победить именно флот Японии. С большой вероятностью, что сейчас, правда, обратно трансформироваться под воду, чтобы отогнать вертолеты. Но все-таки здесь Совет потерял непропорционально много подводных лодок. Хотя в итоге, наверное, все равно, может быть, даже отобьется. Ну, смотрите, Сёгуны пошли на таран, правда, сейчас минус одна, подводная лодка минус вторая. Сёгуны ветераны. И да, Сёгуны выживают. Три ветерана в итоге остаются, хотя там подводные лодки будут продолжать и продолжать пребывать. Поэтому кто-кого еще не совсем понятно. И зато понятно, что сами по себе уже потери большие здесь по базам, по заводам, по всему и сразу. И в итоге у Красного тоже сейчас еще не останется. Одна несчастная добывающая локация. В лучшем случае, да, наверное, она доживет, конечно, что эти две подводные лодки все-таки добьют. Все остальное неплохо было бы сейчас взлететь из Сёдзе. Но тыкает и не реагирует на это. В итоге теряет свои силы. Тут иди Сантура, правда, от Фиолетового. Фиолетовый сейчас сам мстит своим обидчиком. Розовый остается вообще без баз. Да, у него вообще нет экономики. Тут контратака была снова по желтому. Желтый пытался отстроиться. Не получилось. Ну а здесь в итоге победа все-таки за Фиолетовым. С горем пополам, но отбивается он, потому что новый подводный лодок произвел. Опять же, да, Фиолетовый самый богатый игрок. У него очень много сейчас баз. Хотя, конечно, уже все локации на карте истощены. Юнита становится меньше. Все-таки он все равно имеет больше ресурсов, как ни крути. И, конечно, это сильно решает здесь. Десантура поработала великолепно. Сейчас она в итоге даже с мастером Они может справиться, просто обороняясь в здании. Да, и с пехотой. Однозначно она отобьется. Но вот Владыка Они просто домик расшатывает полностью. Есть второй ангар, можно переметнуться в него. Но, к сожалению, не успевает здесь их законтролить Фиолетовый. Хотя, мне кажется, это было бы крайне ценно. Ведь они еще и разведку дают. Нет, в суть, успел. Успел уйти, но не всеми отрядами ангар в итоге уходит в стазис. И пехота теперь здесь немножко застреет. Но ничего, да, все равно она выживет. Это хорошая работа. Сброс спутника пошел. Пойдет на обогатитель. Скорее всего, его даже уничтожит, более того. Комбайн, как правило мы увидим ранее. И в итоге выживает обогатитель. Чуть не хватило урона, жалко. Но бывает. Альянс пытается отстроиться. Тяжко ему приходится. Да, он здесь две базы занял. Но он, наверное, отстроится. У него даже свой флот снова родился. Третья база у него, кстати, добывает на юге. Так что не все так однозначно. Он все-таки немножко восстановился. Ну и теперь подводные лодки, которые до этого мучились с лотом Японии, могут вернуться. А смотрите, сам японец опять сделал колоссальную флотилию. Он уже практически полностью отказался от своих сил на суше. И перешел полностью во флот. Грамотное решение, конечно. Мы респектуем ему за это. Абсолютно логичное печенье мысли, можно сказать. Потому что именно это сейчас и было необходимо. Потому что нужно победить игрока, который находится на воде. Потому что именно из-за него все проблемы. Именно из-за фиолетового. В большей степени, да. Потому что желтый уже, по сути, разбит. У желтого с горем пополам добывает одна база. И есть аэродром. А, ну и, кстати, вакуумное орудие. Ладно, протонная пушка, точнее. Окей, ладно, не все-таки у него плохо. Но, к сожалению, так или иначе, все равно у него немного денег. И большой пользы он не представляет. Десант от красного и от фиолетового. Вместе они сейчас могут разорить базу Альянса. Кстати, скорее всего, они это сделают. Еще одна десантура здесь. Есть авианосец на обороне. Но, как бы, смотрите. Опять минус энергостанции, минус куча всего. И, честно говоря, вот десант пока самая полезная способность в этой игре. Как по мне, вот реально десантники в очередной раз вносят хаос. В очередной раз они уничтожают кучу всего. Сбрасывается спутник. Здесь пошел обстрел с авианосца. Очень хорошая работа. Прекрасно, прекрасно. Стазис. В стазисе находятся пехотинцы. Ну, скорее всего, да. Их просто замедляют. Сейчас что-то выиграть время. Но, по факту, их под нечем контрить. Вот сейчас первые эсмиссы приезжают. Да и вы эту, наверное, добьют без проблем. Будет опять минус базы сейчас. Просто здесь необходимо не доконтролировать сам. Сейчас игру из советов. Надо хотя бы вот эту локацию забрать. И, наверное, на этом уже будет хороший размен. Хотя комбайн, кстати, быстрый достаточно у Альянса в этом моде. Он быстрее, чем явно в оригинале. Вот. И, как бы, богу даже передвичь из пехоты. В итоге десант уничтожен. Но он очень долго и нудно сражался. И забрал много всего. Здесь куча сёгунов. Доплыли до баз. И в итоге будут сейчас их уничтожать. Но, смотрите, сейчас будет попытка тарана. А, таран не сработает. Железный занавес. А, кстати, сам у нас жёлтый, который самый бедный, накопил на целых двух буревестников. Поэтому от него теперь будет много проблем. Голиафы розового пытаются ворваться и спасти ситуацию. Они одного буревестника действительно забирают. Но какой ценой ценой всех голиафов. Поэтому стоило ли это того, я даже не знаю. Мне кажется, что не особо. И в итоге все эти линкоры, они вынуждены просто бежать назад. Они не справятся с подводными лодками. И тем более они не справятся с буревестником, если он решит на них напасть. И в итоге здесь победа будет за двумя советами и жёлтым альянсом. Розовый, тем временем, правда, охватил новые базы. Откусил. Они, причём, ещё здесь с запасом ресурсов большим. Поэтому они ценные, крайне ценные. То же самое можно сказать про две базы в центре. Их тоже нужно себе присвоить немедленно. А вот у Фиолетового уже, конечно, почти все локации источны. Ну, кроме этих двух, пожалуй, да. Остальные точно уже остались без запасов. Поэтому, конечно, за них можно тоже драться. Но это не так-то фактически важно. Буревестник продолжает летать в центре. Тут авиация прежняя, прежняя преимущество всё ещё у Фиолетового Совета. Ски. И плод Японии уничтожен. И казалось бы, сколько ещё эта катка будет переходить из рук в руки. Но, как видите, никакого финала, никакого решения тут нет. Потому что всё время происходит что-то необычное. Потому что этот мод действительно является крайне динамичным. Здесь обстрел со стороны дредноутов. В стазис они уходят. Спутник. На протонную пушку, кстати, снесёт её. На вакуумную пушку, точнее. Не, опять не хватило урона. Что ж такое? Немножко всегда не хватает. Но розовый отстрелился очень сильно. Сейчас потенциально он может стать угрозой для всей команды. Действительно, северная команда пару минут назад себя ощущала поприятнее. Теперь, конечно, даже несмотря на то, что они уже несколько раз успешно отбиваются от огромных сил, Японии, её флота, всё равно не хватает. Какого-то вот лимита. Тут, конечно, есть мастер Уони, есть эти вертолёты. Хорошая бойска, на самом деле, сухопутная. Но его бы использовать ещё правильно. И снова. Дабл десант. Двойной десант каждый раз действует просто крайне эффективно. Если убрать десантников из игры, где-то половина экшена бы уже не произошла. И половина экшена бы закончилась победой уже одной команды, скорее всего. Десантники в очередной раз просто вносят такой хаос, что это не контриться. Это нужно иметь либо пехоту, либо оборону какую-то, либо вертолёт в конце-то концов. Да, и в итоге сейчас просто будет минус база. Даже медведи не могут их закануть, не успевают практически себе бежать. Но в итоге нет. Всё-таки с таким количеством нишек получилось. Энергостанция будет сейчас слита, кстати, скорее всего, очень вероятно. О, да. Прям, конечно, десантники пожертвовали собой. Но взрыв не такой мощный, поэтому здесь всё устояло. И в итоге база выживает. Но это было сложно. Это было крайне сложно. Но они справились. Заход здесь будет сейчас, наверное, с буревестником. Снова буревестник, когда получит звёздочку, будет вообще неубиваемый, честно говоря. Он и так очень сильный, да. Он может спокойно сносить любую технику, вот у кого угодно. Но вот не это количество вертолётов, конечно. Сюда лететь не стоит. Но он может и так вот кайтить аккуратно. То есть у него радиус 3 был очень большой. Может уворачиваться. Но вот от мигов он не улетит, наверное, да. Да, это была огромная ошибка. Минус буревестник. Розовый от него избавляется. На фланге здесь снова десантура. Или это обычный пехот? Нет, это тоже обычные призывники. Здесь от них польза есть. Но они, конечно, так быстро базу не снесут. И в итоге атака будет сейчас под ухони. Что-то мне подсказывает, что скоро у северной команды останется только один фиолетовый игрок. Потому что здесь уже всё сносится. Прям очень тяжко приходится. Тут минус очередная база для красного. У красного тут добычи вообще никакой нет. Красный вообще не имеет ресурсов больше, кроме этой базы, честно говоря. Да, ну вот это ещё локация. И так-то да, ситуация крайне плохая, если подумать. Поэтому, конечно, нужно поспешить. Так, защитный купол и комбо, да. Вылетает мастер Оуни в вакуумную пушку. Разборяется просто в текстурах. Но защитный купол Японии спас от удара. Как он попал по мастеру Оуни, я не совсем понял. Он вроде находился внутри купола, но в итоге это не сработало. Супероружие законтрили. Хорошая работа была сейчас. Розовый, не розовый, извините, зелёный смог отыграться. Япония справилась. Теперь можно продолжать дальше. Тут уже доминация в воздухе со стороны розового. Поэтому, вероятно, вполне он может справиться. Хотя тут, видите, поддержка от фиолетового. Есть очень похожие цвета. Сложно их разобрать. Но в итоге нет. Армию розового всё-таки развалили. Фиолетовый всё ещё имеет неоспоримое господство. Со своими мигами. И это проблема, конечно, да. Удар супероружия. Мощный. Минус база, минус аэродром. О, ещё много добичь из команды центра. Спутик может успеть приземлиться. Но, наверное, не успеет. Да, всё-таки отходит в сторону. Но десант. Опять этот десант высаживается у фиолетового. И вот теперь точно всё. Опа. Хроносфера. Куда он подевался, интересно. Куда бы он ни подевался, он всё исправил. Он спасся. И, собственно, это было круто. Десантура снова действует. В этот раз, конечно, не так эффективно. Хроносферу не забрать. А тут на севере. Проблемы другого характера. Очень большая атака с ладой Кайони. Поэтому там, скорее всего, силы будут неравны. Но японец очень осторожный. Вот это, кстати, его проблема. Он имеет армию, которая может снести эту базу уже минут так 5-10. Но он всё время опасается это делать. Он всё время отходит в сторону и думает, что это, скорее всего, не окупится. Хотя бы как-то, мне кажется, это бы 100% окупилось. И он бы 100% бы там прорвал оборону. Но чё-то вот не хватает у него здесь смелости. А надо. Преимущество, конечно, уже всё равно крепко находится в руках южной команды. Зелёный, розовый, синий имеют сейчас просто банально больше сил. И сейчас ещё, скорее всего, здесь несут даже вот эту локацию. Если это так произойдёт, то здесь будет очень важная экономика. Часть экономики фиолетового потеряна. И дальше будет намного сложнее. Синий здесь уже занял базу, которая находится по диагонали. Про эту базу, кстати, как будто бы эта команда другая не знала совсем. Да, они отсюда вообще не добывали ресурсы. И это сейчас, кстати, большая проблема, потому что это огромный подарок для противника. Тут три мастера Они. Они неубиваемые совершенно. Они просто очень страшные. Они намного-намного сильнее, честно говоря, чем стандартный владыка Они. Поэтому сейчас можно просто идти в лоб и сносить все эти постройки. Красный только-только отстроился. А теперь надо как-то отбиваться. Строятся зонды, чтобы просто сгрызть их изнутри. Технически это должно сработать. Но на практике не хватит, наверное, у этих зондов только урона, чтобы снести этих мастеров Они. Здесь нужно только осторожность с наркостанцем, не подрываться самому. Да, подрывается и мастер Они, и часть пикоты. Мне круто это было сделано, но все-таки... Я так понимаю, что командный центр слишком тяжелый. Его не пускают на этот актракцион. О, и начинается соло-битва с боссом. Да, музыка из Dark Souls здесь должна заиграть просто, потому что это жесть какая-то. Японец закрывает противника в куполе, но Альянс телепортирует две турели на поддержку командному центру. Это очень круто сейчас сделано. На самом-то деле, да, просто гениальный маневр со стороны Японии. Смотрите, после того, как сейчас купол истечет, был супероружен, он, по-моему, немножко не рассчитал, но суперудар срабатывает и все равно пробивает сквозь купол. Урон наносится, но командный центр, похоже, все равно спасется. Классная комбо, но, опять же, вертолеты, что вы там делали, почему вы стояли, не помогли, не понимаю. Не доигрывает Японец, немножко не подводит силы, где они нужны сейчас, и это очень грустно. Командный центр в итоге, скорее всего, все равно снесется. Сейчас с большой вероятностью будет добиться. Да, мне кажется, он должен не успеть еще один удар когтем по заднице, шлеп по жюте и добивается командный центр. Для красного это большая потеря. У красного больше, по-моему, нету крана, значит, он не сможет отстроить больше какие-либо заводы или аэродромы, или дотки, и он теряет еще локации здесь. Ну и фактически, мы приближаемся к финальной точке в этой партии, потому что у нас только что была полностью отбита суша, остались какие-то несчастные куски локации здесь. Понятное дело, что фиолетовый тут не сможет закрепиться, потому что уже и V4, и танки, и прикрытие вообще мощнейшее, и, скорее всего, здесь уже его прогонят. По сути, в этой партии осталось только фиолетовый против трех игроков. Красный не имеет шестоков ничего, у него есть док, но у него нет денег, чтобы отстроить командный центр, и, соответственно, чтобы потом возобновить экономику. Желтый давно не имеет уже никакой экономики как таковой, то есть у него есть только супероружие, которое периодически стреляет, и фактически у нас остался только реально фиолетовый, который еще может оказывать какое-то сопротивление. Но он один против троих игроков, и это просто уже вопрос микроконтроля, да, потому что, да, конечно, технически, когда у тебя ресурсы стереотворечные в твоих руках, как бы это даже может быть эффективнее, да, потому что ты лучше быстрее строишь какой-то тип войск, какую-то армию, тебе не нужно делать по три завода, да, ты можешь сделать все из одного завода, одного аэродрома, одного дока, но беда в том, что также тебя могут переигрывать на микроконтроле, потому что нельзя быть в трех местах одновременно, это сложно, вот, и, конечно, теперь у него действительно ситуация немножко такая, не комбэчная, я бы сказал, надо звонить туда, конечно, шансов немного. командный центр спасается, уходит на воду, но, конечно, у Фиоли этого все равно есть какие-то еще силы, но по деньгам все будет плохо, Киров строится, кто сбрасывает спутник, здесь уже нет комбайна, что-то с ним произошло уже ранее, и в целом, да, то есть все, что нужно сейчас в Японии, а Японии есть колоссальная артиллерия, можно просто выйти и избавиться от всех вот этих вот зданий, которые находятся в радиусе обстрела, Киров прилетает, вот, кстати, здесь важно сейчас не потерять вертолета, то это будет крайне лепо, они уходят в стадис, альянс все еще помогает своей команде способностями, да, и, видите, вот прилетает желтая авиация, в итоге даже здесь, возможно, выживет в кое-то веке здесь Совет, но Совет потеряет сейчас свою базу здесь, он не контролит, база будет добита, скорее всего, да, он не уезжает, и Фиолетовый лишился ценнейшей локации на фланге, кстати, Киров в моде на ускорение, как будто бы даже быстрее летает, доходит сейчас до пушек, но достанет он до них, нет, нет, в итоге его, скорее всего, собьют сейчас вертолет, у них, видите, радиус атаки повышен, турель ставится дополнительно от желтого, но базы, скорее всего, будут все же потеряны, все же арта должна от них избавиться, как ни крути, и это проблема, да, минус еще экономика, минус экономика для Фиолетового здесь, и, по-моему, все придет к тому, что сейчас поражение северной команды будет неизбежным, командный центр здесь что-то забыл у синего, это, видимо, будет попытка диверсии, попытка очень эффективной диверсии, потому что, сейчас, смотрите, ставятся будут повсюду турели, и причем от совета, также от розового, да, и это будет просто не контриться, ну и да, мы смотрим на медленное угасание последнего игрока северной команды, Фиолетовый пытается, но это уже ни к чему не приведет, с большой вероятностью, потому что вся остальная часть карты уже под контролем трех других игроков, его союзники сейчас бесполезны фактически, да, они могут иногда там использовать способности, тот же десант, да, там вообще способности стоят денег или нет, давайте быстро глянем, нет, они бесплатные, но, смотрите, красный их не может использовать, потому что у него командного центра нет, желтый может, конечно, да, у него даже супер-оружие все еще остается, но пользы этого мало, здесь командный центр в итоге прогнали, подводные лодки все-таки его законтрели, но, тем не менее, тем не менее, очень сильно зажат сейчас у нас фиолетовый игрок, он продолжает десант использовать, всячески пытается нагадить противникам, но он уже один против всех, это сложно, тупо сложно, вопрос просто в том, когда Япония захочет построить мощный флот и закончить эту катку, вот я считаю это так, другого выхода я здесь особо не вижу, мне кажется, было бы все это логично, но возможно, просто его заберут уже артиллерией из берега или даже, может быть, построят авиацию, тут, конечно, уже на самом деле с ним достаточно долго возятся, по факту, он на трех базах сейчас находится, три базы истощены и можно просто его бесконечно штурмовать, да, как вариант, супер-оружие может сейчас тоже куда-то выстрелить, вроде как, но даже если он выстрелит, ничего не изменит, важно только сейчас главное не слить свою армию, то есть единственное, как может выиграть сейчас у нас фиолетовый, подождите, здесь доки пошли, здесь док есть уже у совета, как он его тут отстроил, не совсем понял, видимо, командный центр своего пожертвовал, да, и просто начинается опять какая-то диверсионная застройка, видите, да, Тесла, не Тесла, призма от синего, подводная лодка от розового против фиолетового, Киров в итоге приходит на помощь, сейчас будет еще минус две базы и как бы, ну, такая уже история начинается, грустная совсем, железный занавес срабатывает, причем на этой подводной лодке и сейчас, скорее всего, будет потерян еще один обогатитель и у фиолетового все меньше и меньше и меньше денег, он, конечно, может попробовать восстановиться здесь, но в итоге он сдается, понимает, что это конец и команда северная признает свое поражение, красный получил контроль над всеми технологиями, но он пока не сдался, но очевидно, да, что хочет он не хочет, но это уже ничего не меняет, супероружие Японии на левом фланге, здесь по командным центрам, по своим супероружием и, собственно, красный, как временный командир-заместитель, еще, может быть, пытается что-то организовать, но мне кажется, что это уже не играет никакой роли и, скорее всего, он вот-вот признает свое поражение, у него есть, конечно, один командный центр, но бежать уже некуда, тут и флот, и супероружие, и все, и сразу, и на этом наша партия подходит к логичному завершению, логичному, точнее, мы даже ее немножко можем ускорить, да, потому что, видимо, красный просто ушел в АФК. И такой у нас счет в конце, это было самое красивое 3 на 3 на моей памяти, самое долгое, потому что обычно партии в 3 на 3 длятся быстрее, ну и на сегодня все, если вам понравился ролик, можете поджать меня на бусте, это очень поможет моему каналу развиваться, подписывайтесь, заходите в Телеграм, заходите в Дискорд-сервер по Родолер 3, с вами был Басет, желаю всего хорошего, всем пока и до новых встреч!